Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас тема такая достаточно востребованная, которую периодически ждут многие. И я ее, естественно, в связи именно с тем, что людям хочется знать, ответ на этот вопрос обновляю. Будет тема того, какие магические атаки идут на вас сейчас и идут ли действительно атаки магического характера, на что они могут быть направлены, на что нацелены, по какому месту, по какой части вашей жизни они могут бить. Вот эти вопросы мы сегодня рассмотрим обязательно. И хочу сразу сказать, что всегда я говорю о том, что подобного рода диагностики магического негатива, которые проводятся именно в общих раскладах, они должны учитывать определенные вещи. То есть вы, когда смотрите эту диагностику, должны понимать, чистились ли вы, есть ли на вас многофакторная, многофакторная, качественная, профессиональная защита или нет. То есть тогда вы должны понимать, что если на вас стоит хорошая защита, то, скорее всего, даже если атака идет, то эта атака не принесет вам никакого, скажем так, ущерба. Вы не потеряете ничего от этого. А если на вас нет защиты, если не было чистки за последний месяц-полтора, то тогда, соответственно, здесь может быть результат уже абсолютно другой. Давайте посмотрим, есть ли действительно сейчас на вас магическая атака. И будет у нас сегодня, давайте сделаем, вот здесь прям две карты просились, оставлю обе. Мы сделаем с вами пять вариантов. Это вот сейчас называется, как я обычно говорю, впихнуть невпихуемое. Но мы сейчас впихнем. Так, к вопросу о том, какие карты остаются обычно в колоде, потому что иногда я слышу такие версии, но это опять же от тех, кто является Фомой неверующим, когда говорят о том, что да вот, вы туда напихиваете одни сплошные негативные карты в колоду и, соответственно, потом выкладываете, пугаете людей и так далее. Нет, друзья, я вам могу сказать следующее, что если мы в колоду напихаем 10 башен, там или, не знаю, магов 50 штук и будем раскладывать, то очень велик риск, что вот при таких выкладках просто две одинаковые карты, например, выпадут две жрицы. И вот что с этим делать, как тарологу это объяснять. Поэтому могу сказать, что в целом я не вижу причин для того, чтобы действовать таким образом. И для тех, кто выбрал позицию номер 1, мы сегодня начнем. Вы знаете, здесь вот пытается человек, скорее всего, сделать ритуалы мести или здесь есть ситуация, когда вас пытаются подвергнуть откату, то есть откатить то, что вы якобы делали человеку. Если у вас идет магическая война, то действительно здесь какие-то ответные действия присутствуют, они есть и человек делает ритуалы. Если вы ничего не делали плохого человеку, я вообще столкнулась, наверное, с очень странной позицией людей и с непониманием того, что такое откат. Если интересно, я сделаю на эту тему говорилку. Опять же, просто напишите об этом в комментариях, хотите ли вы послушать о том, что такое откат, в какие моменты его делают, для чего он нужен, нужна ли диагностика, прежде чем делать этот откат и так далее. Но о моем отношении к диагностикам сказано в плейлисте «Говорилки» и неоднократно. Есть интересные темы, скажем так, есть интересные видео на эту тему. Что мы здесь видим? Человек пытается вам вернуть или отомстить. Если вы ничего не делали магически, то человек может стараться через магию отомстить за какие-то бытовые неудобства, которые вы в той или иной мере ему или ей нанесли. И здесь ритуалы в том числе и религиозного характера. То есть могут ходить в храмы, ставить свечки для того, чтобы вас звать к справедливости и так далее. Если вы ничего человеку не делали, вы можете быть спокойны, потому что откатить то, чего вы не сделали, вам нельзя. То есть если вы порчу не делали, соответственно, какая к вам порча в виде отката может прилететь? К вам в виде отката. И не только к вам, к любому человеку возвращается только то, что он делал сам. Но здесь оппонент пытается отомстить. И здесь, знаете, далеко не факт, что получится, потому что оппонент в первую очередь не хочет финансово тратиться на какой-то результат. Вы знаете, бывает очень часто, что человек хочет взять, нанести сокрушительный удар, чтобы у врага все было плохо и так далее, но при этом вложиться ни финансово, ни энергетически. Человек не хочет. Максимум, скорее всего, с чем вы можете столкнуться, если у вас непрофессиональная какая-то магическая война, а такой недоброжелатель, в принципе, обычный человек с потугами на то, чтобы считать себя практиком, то здесь тот случай, когда человек будет просто бегать, ставить какие-то свечки, причитать, почему же не получается, почему не происходит бумеранга и на этом все остановится. Скорее всего, на ближайшие, ну вот если вы сразу после выхода расклад смотрите, то где-то до июля-августа мало что будет получаться у вашего противника задуманного, и может быть вы никого не задумывали, то есть просто может не получаться у тех, кто будет желать вам зла, если вы не виноваты. И здесь еще один нюанс, если вы смотрите потом, вот допустим зимой или в июле вы смотрите, или неважно в какое время года этот расклад спустя какое-то время после его выхода, то в этой ситуации карты говорят о том, что ближайшие около полугода приблизительно вряд ли у вашего оппонента что-либо получится. Но в целом здесь, да, здесь есть жалкие попытки вернуть что-то вам, что вы делали, но человек достаточно не вложился. То есть это вот тот случай, когда, например, вместо того, чтобы взять хорошие восковые свечи, он возьмет какой-то агарок, парафиновый поставит. То есть будет экономить на всем для того, чтобы откатить вам. А и люди, и магия не приемлят жадности. То есть если не вкладываешься, в том числе и финансово, то очень-очень маловероятно, что что-либо из этой магии выйдет. Опять же, смотрите, если вы гадость сделали, и если вы реально понимаете, что вы виноваты, то тогда есть чего опасаться. Если вы гадости не делали, несправедливо каких-то, то и бояться вам особо нечего. То есть такой откровенной профессиональной порчи здесь не вышло, потому что человек слишком скудно вкладывается, в том числе и финансово, в то, чтобы делать. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, вот такой кэп неочевидность у нас. Нет, у вас чистенькая позиция. То есть здесь, по сути, знаете, когда говоришь о том, что какой может быть негатив, какие могут быть действия, когда ложатся хорошие карты, ну вот просто она нет, и сюда нет. Ничего плохого пока что в ваш адрес не летит, по крайней мере, за последнюю неделю-две. Здесь не видно, чтобы были какие-то магические атаки. Здесь больше может быть, знаете, какая ситуация, когда человек не столько магический, сколько реально может просто вот прийти к вам в двери, нарисуется и попытается прояснить ситуацию. Это может быть реально тот случай, когда вам звонят, пишут, говорят, но это не магического характера, это обычного такого человеческого характера разбирательства. Пока что нет, пока что тишина и покой. По всей видимости, уже были у вас какие-то бои на эту тему. И здесь ложатся такие карты, которые говорят о том, что скорее всего уже что-то произошло, и сейчас человек скорее предпочтет после энергетического боя отдыхать. И вообще человек не настроен и не имеет больших способностей для того, чтобы делать вам именно магические ритуалы. А может быть и не имеет желания. То есть даже ведьма не всегда будет делать что-то магическое. Она порою просто может прояснить ситуацию по-человечески. И даже если у вас практик, например, ваш противник, то здесь скорее всего человек предпочтет просто с вами поговорить, прояснить, а что вообще надо, давай как-то сдвигать эту ситуацию с мертвой точки. То есть у вас опасность магического воздействия невелика абсолютно. И если вы в принципе будете себя вести адекватно и разговаривать по-человечески, то скорее всего на ближайший срок очень длительный, на несколько месяцев, если сразу смотрите после выхода расклад, то это где-то до сентября, октября может быть тишина какая-то. Но могут быть бытовые попытки выяснить, что происходит. Вот в быту может быть, но сейчас уже достаточно потрепала жизнь этого человека. И человеку больно, но свою боль в магию выливать пока что не будет. Вот эти моменты здесь достаточно ясно и достаточно ярко у нас прорисовываются. Вот такая у нас получилась вторая позиция. для тех, кто выбрал позицию номер 5. Она третья по порядку открытия. Здесь тоже, знаете, ситуация, когда человек не делает сейчас, не производит никаких атак. В принципе, у человека силы есть на то, чтобы ресурсы любые, на то, чтобы заказывать, может быть, есть финансы, на то, чтобы сделать, есть силы. Но у человека такое ощущение, что есть какие-то более серьезные дела, и он этими делами сейчас занимается. Да, у него работа, какой-то бизнес, может быть, решение вопросов, которые связаны с оформлением бумаг и вот именно трудовой его деятельностью. Сейчас человек вообще погрузился просто в работу, просто в оформление документов, бумаг, в решение бытовых вопросов. Поэтому сейчас задумки есть что-то сделать, но это пока на уровне задумок. Оно есть, и человек будет копить деньги для того, чтобы нанести сокрушительный удар. Это вот как раз-таки тот случай, когда на обум не действует. Не просто вот, да, там встала с левой пятки сегодня и решила сделать на коленке ритуал. Нет, это не тот случай. Здесь у вас более того, скажу, мужские энергии. Здесь мужчина с очень сильной энергетикой, и он даже многих дам, с которыми у него были отношения, мог подминать просто энергетически под себя. Здесь энергия жесткая, энергия достаточно сильная, и ресурс этой энергии в принципе еще у человека есть, даже если этот человек в возрасте у вас. Может быть и не в возрасте, но силы здесь есть. Если молодой человек там до 35-39 лет, то это мощь энергетическая, бешеная. Если старше 40-49, то все равно силы еще сохраняются. Сейчас просто не хочет распыляться. Может переживать, действительно, реально может переживать, нервничать, но при этом свои переживания он больше будет тратить на то, чтобы прояснить то, что на работе происходит. И на то, чтобы защитить тех, кто рядом с ним. То есть защитить любовницу или соперницу, остановить ваше общение, развести вас по разным углам. То есть, да, вот называется так, ты в красный угол, ты в синий угол, все, посидите, подождите. Я решу пока бытовые насущные вопросы. Вот такой момент есть. Пока что нет. Я не вижу, чтобы здесь была атака. Здесь скорее затишье. То есть здесь жесткий пока что контроль себя, своих энергий, для того, чтобы решить какие-то бытовые вопросы, бытовые аспекты. И только потом уже возможно в течение где-то 4-5 месяцев включиться вот в эту борьбу. Ну, если ничего резко не изменится, не будет никаких неожиданностей, то пока можете чувствовать себя в безопасности по этой позиции. Да, может решать сейчас вот этот человек вопросы с некой королевой чаш. Знака воздуха или воды. Дамочка такая вот капризная. У нее может быть челка отрезана и такая вот свеженькая причесочка, волосы длиннее, вот длиннее ушей будут у этой дамы. Пока с ней решает какие-то вопросы любого характера, хоть личного, хоть рабочего. Здесь у кого как может получиться, потому что, естественно, смотрит не один зритель, поэтому я сговорю для всех максимальную информацию. для тех, кто выбрал позицию номер 3. Она четвертая по порядку открытия. Здесь карты говорят о том, что, скорее всего, если у вас что-то не ладится, то это либо тяжелый какой-то судьбоносный период, либо ситуация, когда судьба возвращает вам вот то, где вы были неправы. Для того, чтобы вы просто сейчас посидели и посмотрели, а каково было тому человеку, с которым вы поступали определенным образом. да, такое ощущение, что прилетел бумеранг. Причем, может быть, как хороший, так и плохой бумеранг. Знаете, может быть, наоборот, вы смотрите и говорите, да нет, у меня все прекрасно, это значит, что вам ваше добро вернулось, которое вы делали человеку, людям. И ощущение, что это долго продолжаться не будет. Вот к вам прилетело что-то очень быстро, но это не от человека, это от высших сил, это по судьбе как-то. И оно потихонечку, постепенно, в течение пары месяцев будет уходить из вашей жизни. Если это какие-то проблемы, то уйдут вот эти проблемы данного характера. Если это, наоборот, какой-то позитив, то и он может закончиться в течение приблизительно двух месяцев. Также здесь еще карты говорят о том, что если вы не поймете то, что хотят вам сказать энергии, которые пришли в вашу жизнь, то позже, где-то через 2-3 месяца, может быть плюс ко всему и магическая атака. То есть называется, если через голову не дошло, надо в печень постучать. Вот такие моменты тоже здесь могут быть. И здесь постарайтесь интуитивно, ваша интуиция может считать эту ситуацию. И ваша интуиция вам даст знак, когда пора заканчивать переживание по этому поводу. То есть вы очень тонко в принципе это почувствуете. Также обращайте внимание на сны. Во сне может прийти тот человек, который будет желать вам энергетически, кстати, вам болезни кто-то желает, реально со здоровьем, может желать пакостей. И на вас в течение 3-4 месяцев некая мадам может попытаться переложить свои болезни. То есть сделать на вас перекид. Вот здесь будьте осторожнее. Но пока в ближайшие пару месяцев пока это больше судьбоносные некие влияния. И здесь карты еще говорят о том, что если вы судьбоносные, вот эти влияния переживете энергетически правильно, если вы не совершите сейчас каких-то ошибок в том, как вы должны вести себя и примите то, что идет к вам от судьбы, то в дальнейшем возможно и отменится вот это воздействие, которое могло бы прилететь вам, если вы неправильно переживете вот этот период, который в вашей жизни создан. Если вы смотрите зимой, то тогда в течение всей зимы может быть вот эта проблема, это влияние и вообще этот период. Если в другие месяцы, это вот где-то до пары месяцев решается ситуация. И здесь судьба будет реально подкидывать вам некие конфликтные даже возможно ситуации и будет показывать вам, смотрите, у кого-то тоже дамочка такая, королева чаш, знака воздуха или воды, она вроде бы и не проявляется очень яркой, наоборот, она может пытаться уходить из вашей жизни, но помимо того, что будет уходить сама, она с собой может забрать какую-то часть вашего благополучия. Поэтому здесь пока что просто карты говорят о том, что воспримите по-другому ту ситуацию, которая складывается, увидьте в ней то, чего вы не видели раньше. Ваша интуиция работает и она вам может подсказать, что происходит сейчас. Поэтому здесь исключительно судьбоносные влияния и говорить о том, что это какая-то порча сейчас прямо на вас там идет, нет, нет, вот этого мы сказать не можем по данной позиции. Ну, конечно, позиция первая, вторая, третья, компот, она четвертая по порядку выкладки, пятая по порядку открытия. И вот здесь как раз-таки идет магическое воздействие. Если вы сейчас сами что-то делаете магически на себя, то это могут быть профессиональные магические воздействия и проведение ритуалов. Если это, допустим, установка защиты, то она проходит хорошо сейчас у вас, то есть у вас все ладится, все получается с тем, что делаете вы. А если говорить об оппонентах, здесь тоже, но здесь, знаете, если ваш оппонент не практик, то работает сейчас человек с обращением к практику. Именно с обращением к практику. И вот здесь пришла пора задуматься о том, есть ли на вас хорошая защита, проходили ли вы чистки, и вот это все будет в вашу пользу играть. Если нет сейчас, если вы понимаете, что вроде бы есть негатив по всем признакам на вас, но вы не можете сейчас потратить какие-то деньги для того, чтобы почиститься, то зайдите у меня на канале в плейлист ритуалы и сделайте чистку 12 свечей. Это очень мощная очистка, плюс ко всему ритуал на, сейчас скажу, как называется, загнать болезнь в бутылку ритуал. Вот такие ритуалы поделайте сейчас. Все это в свободном доступе, это все вы можете делать без какой бы то ни было оплаты. О благодарностях там сказано, то есть обязательной какой-то суммы за то, что вы сделаете этот ритуал, нет, он дан вам в подарок. Поэтому просто перейдите, посмотрите, сделайте, если нет возможности обращаться к практику. Но смотрите, если на вас стоит профессиональная защита, то эти ритуалы, ритуалы чисток, они могут стянуть эту защиту, то есть они вас могут прочистить до нуля, поэтому здесь будьте осторожнее. Если просто на вас порча, на вас негатив, то смело можете делать те чистки, которые даны у меня в плейлисте. Но если вы установили только что свеженькую защиту, то возможно на вас и не ляжет то, что человек делает. Более того, человек, знаете, такое ощущение, что тужится достаточно давно. Прямо вот метался и к двум практикам приходил. И один практик мужчина или женщина очень жесткая, а другая дамочка. Дамочка достаточно молодая и работает по интернету такая, знаете, какая-то из области юных, ну вот лет до 23, до 25, прям очень какой-то молодой практик. но деньги может за работу брать достаточно большие. И это вот тот человек, который делает вам сейчас что-то, может работать вот так, вот таким образом. Вряд ли что-то получится. Если на вас защита, вообще можете жить спокойно. Если на вас защиты нет, то тогда влияние будет не столь мощное, как могло бы показаться на первый взгляд, потому что у вас природная энергетика еще сможет поспорить с этими влияниями, которые на вас пытаются сделать по этому варианту. У вас есть силы, чтобы противостоять, но самый главный совет вот здесь, не надо ничего пока что делать в ответ, то есть не надо человеку что-то отправлять, если на вас нет ни защиты, если вы не проходили чистки, просто постарайтесь минимизировать общение, если вы понимаете от кого это идет, прекратить общаться. Если человек пытается вам писать гадости, например, там по телефону или в соцсетях, просто заблокируйте этого человека и не общайтесь с ним. Постарайтесь отключиться как можно дальше и это ослабит действительно то влияние, которое человек может на вас оказывать. Но здесь вот, к сожалению, по этому варианту риск воздействия все-таки присутствует и здесь уже, конечно, надо озаботиться и защитой и чистками. Вот такой получился у нас сегодня расклад. Для тех, кто хочет получить диагностику магического негатива или расклады на отношения, на любые другие темы, в пункте 3 прикрепленного комментария ссылочка на видео, в котором рассказывается, как именно получить консультацию у меня, как вы можете у других практиков получать, но это, естественно, уже к ним и обращаться с этими вопросами. Я всегда говорю о том, что никогда нельзя человека тянуть к себе насильно за уши. Человек должен чувствовать, должен понимать, отзывается ли ему практик или нет. Поэтому я всегда говорю, что если вы не чувствуете созвучности какой-то со мной, то тогда лучше идти к другим практикам и искать того, кто будет откликаться к вам и к ним обращаться и за диагностиками, и за ритуалами. Затем главное, чтобы был хороший результат, главное, чтобы все ритуалы, которые вы делаете, все диагностики, которые тоже вы можете получать и консультации, были максимально во благо вам. И вы должны это эмоционально чувствовать, интуитивно чувствовать. Поэтому я всегда говорю о том, что я никогда не призываю идти конкретно ко мне, я просто говорю то, что показывают нам карты, а каждый человек для себя уже решает, что он будет делать дальше, и будет ли он слушаться совета второго, которые были даны, или той информацией, которая дается в общем раскладе. Я желаю всем удачи и благополучия, на хорошие, адекватные комментарии я обязательно поставлю сердечки, которые будут вашими талисманчиками, которые будут вас охранять, и которые будут вам приносить удачу. Всем удачи, до встречи, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok